«Мама, я в школу!» Звонкий голос десятилетней Ксюши вывел женщину из задумчивости. «Хорошо, солнышко! Удачного дня!» Катя улыбнулась дочери, поправляя ей воротничок школьной формы. Как только за Ксюшей закрылась дверь, улыбка исчезла с лица Катерины. Она тяжело вздохнула, вспоминая события последних лет. Четыре года назад ее муж Сергей ушел к другой женщине, оставив ее с маленькой дочкой на руках. Но вместо того, чтобы вернуться в родительский дом, Катя осталась жить со свекровью, Валентиной Семеновной. Деревенские кумушки не могли понять такого решения. «Зачем тебе, Катька, эта абуза?» Спрашивали они, качая головами. Но Катерина лишь улыбалась в ответ. «Жалко мне ее. Сын с любовницей в город укатил. Дочка, считай, уже года три носа не кажет. Как же Валентина Семеновна одна управляться будет?» Соседки лишь пожимали плечами и крутили пальцем у виска. По деревне ходили слухи, что Валентина – настоящая ведьма. Но при первой же нужде все бежали к страшной колдунье, за отварами и лечебными травками, а не к фельдшеру в медпункт. Катя давно привыкла к тяжелому взгляду свекрови, к ее окрикам и вечному недовольству. Но было в этом доме что-то, что держало ее здесь крепче любых уз. Может быть, это была надежда на лучшее будущее для Ксюши? А может, чувство долга перед старой женщиной, которая, несмотря на свой сложный характер, все же была единственной семьей, оставшейся у Кати? Днем за днем Катерина трудилась, не покладая рук. Работала на огороде, ухаживала за скотиной, успевала по дому. А вечерами, когда Ксюша уже спала, сидела рядом с Валентиной Семеновной, слушая ее рассказы о травах и старинных обрядах. Была у старухи одна странность. Она никому не разрешала не то что садиться, а даже приближаться к старому потрепанному креслу, стоявшему в углу гостиной. Только Валентина Семеновна имела право восседать на своем порядком изношенном троне и стирать с него пыль. «Катя, подай-ка мне вот ту книгу», как-то вечером попросила свекровь, указывая на толстый том на полке. Катерина потянулась за книгой, но случайно задела локтем старое кресло. Валентина Семеновна вздрогнула, словно от удара током. «Не смей!» – прикрикнула она. «Никогда не прикасайся к этому креслу!» «Простите, Валентина Семеновна, я нечаянно!» – пробормотала Катя, удивленная столь бурной реакцией. Свекровь смягчилась, увидев испух в глазах невестки. «Не бери в голову, деточка, просто…» «Это кресло – память о моей молодости, очень дорогая память!» Катя кивнула, но в глубине души почувствовала, что за этими словами кроется что-то большее. Осенью Валентина Семеновна слегла, пошла в лес за какими-то особыми грибами, попала под дождь. Три дня металась с высокой температурой и больше уже не поднялась. Местный фельдшер осмотрел больную и только скорбно покачал головой в ответ на немой Катин вопрос. Теперь для женщины начались совсем уж черные дни. Помимо домашней работы, беготни на почте и ухода за живностью, на нее свалились заботы о лежачей больной. А характер у старухи еще больше испортился. Она капризничала и изводила Екатерину придирками и оскорблениями. «Катька, воды подай!» – хрипло требовала Валентина Семеновна. Катя торопливо несла стакан с водой, поддерживая голову свекрови, чтобы той было удобнее пить. «Да что ж ты за бестолочь такая!» – ворчала старуха. «Холодная вода-то! А ну-ка, простуду схвачу!» «Простите, сейчас подогрею!» – виновата отвечала Катерина, спеша на кухню. Но были и моменты, когда сквозь маску недовольства проглядывала благодарность. Иногда, думая, что Катя не слышит, Валентина Семеновна тихо шептала. «Спасибо тебе, доченька! Прости старую ведьму!» Бывший Катин муж, Сергей, один раз за зиму приехал навестить мать. Сунул дочке Ксюше дорогую куклу и снова укатил в город к новой жене. «Мам, а почему папа к нам не вернется?» – спросила Ксюша, прижимая к груди новую игрушку. Катя погладила дочь по голове. «Понимаешь, солнышко, иногда взрослые ошибаются, но ты не переживай, у тебя есть я, бабушка, мы тебя очень любим». Когда растаял снег, у Валентины Семеновны отнялась речь. Она могла только мычать, но Катя и по мычанию понимала, что нужно подопечной. Бабы шептались. «Не принимает с земля ведьму». Как-то раз они толпой окружили Екатерину у магазина. «Катька, надо крышу разбирать, не помрет, иначе ведьма-то!» – горячо убеждала ее Марья Петровна местная сплетница. «Да что вы говорите?» – возмутилась Катя. «Какая же Валентина Семеновна ведьма? Травница она! Как это по-научному?» «А, гомеопат!» «Точно тебе говорим, разбирай крышу!» – не унималась Марья Петровна. «Да делайте вы, что хотите, только отстаньте!» – устала отмахнулась измученная женщина. На следующее утро три местных мужика принялись за дело. Они ловко сняли шифер, оголили лаги, и к вечеру над кроватью старухи зияла дыра. Когда взошла луна, Катерина услышала из комнаты свекрови то ли всхлип, то ли стон. Она бросилась к больной. Валентина схватила невестку за руку, а второй рукой настойчиво указывала Кате на старое кресло. «Наверное, хочет, чтобы я ее в кресло посадила», – подумала женщина. Но тут лунный свет упал на кровать. Лицо старухи исказила страшная гримаса, и она умерла. Сын и дочка Валентины прикатили из города в тот же день. Они не столько скорбели о матери, сколько обсуждали, как будут делить дом и участок. «А ты что тут топчешься?» – прикрикнула на Катю заловка. «Вика, выметайся!» «Но ведь Ксюша тоже наследница!» – робко возразила женщина. «Еще неизвестно, от кого ты ее нагуляла. Собирай свои вещички и убирайся!» – злобно прошипела Вика. Екатерине ничего не оставалось, как переехать Ксюше в свой старый дом. Тут она впервые дала волю слезам. Ей не столько было жалко вредную свекровь, сколько себя и дочку. Она думала, что бабушка хоть что-то оставит внучке. Они переедут в город, Ксюша выучится на врача. Увы, видимо, так и придется ей доживать в деревне среди неграмотных баб и пьющих мужиков. На похороны и поминки Екатерина не пошла. Дождавшись, пока все уйдут с кладбища, положила на свежую могилу скромный букет и вернулась домой. Ночью Кате приснился странный сон. Едва село солнце, во всем доме погас свет. В дверном проеме она увидела Валентину, но не изможденную болезнью, а вполне крепкую. Призрак поманил Екатерину рукой, и она покорно пошла за свекровью. Та подвела ее к окошку спальни и указала на старое кресло. Женщина ничего не поняла и обернулась, чтобы спросить у свекрови, чего она хочет, но привидения уже не было. Утром Катя проснулась с полным ощущением, что все произошедшее ей не приснилось. Но в мистику женщина не верила и решила, что всему виной усталость и нервное напряжение. На вторую ночь сон повторился. Призрак также настойчиво звал Катю за собой и снова указал на старое кресло. Днем прошел дождь, и по дороге к дому свекрови Екатерина наступила в грязь, но не придала этому значения. Она бы снова списала все увиденное на ночной кошмар, но утром с ужасом обнаружила, что ее ноги по щиколотку испачканы в грязи. Она решила проверить, чем занимаются дети Валентины Семеновны. Сергей как раз стаскивал на задний огород старую мебель и утварь, которая, по его мнению, годилась только на помойку. И на третью ночь свекровь снова пришла к Кате. Только теперь привидение повело женщину к куче старого хлама. Призрак Валентины снова указал на старое кресло и властно произнес «Забери». Женщина была готова уже на что угодно, только бы покойница от нее отвязалась. С раннего утра она поспешила к заловке. «Вика, а можно я старое кресло заберу? Ксюше память о бабушке будет», – попросила Катя. Вика презрительно фыркнула. «Да нужен тебе этот хлам! Забирай! Васька все равно эту кучу спалит!» Катя обрадовалась, сбегала домой за тачкой, взвалила на нее кресло и повезла домой. Ей казалось, что она не деревяшку везет, а бетонную плиту. Обливаясь потом и ругая в душе свекровь, которая даже после смерти не оставляла ее в покое, Катерина кое-как доволокла громоздкое кресло до дома и втащила в комнату. Конечно, в маленькой комнатке лишняя мебель ужасно мешала, но Ксюша очень любила сидеть на бабушкином месте с книжкой или игрушками. «Мам, а правда, что бабушка ведьмой была?» – как-то спросила Ксюша, устроившись в кресле с учебником. Катя улыбнулась. «Нет, солнышко, бабушка была очень мудрой женщиной, она знала секреты природы и умела лечить людей травами. Некоторые этого не понимали и боялись ее». «А я хочу быть как бабушка», – заявила девочка. «Только я буду настоящим врачом, с дипломом». «Обязательно будешь милая», – ответила Катя, чувствуя, как к горлу подступает комок. Время шло. Бывший Катин муж с сестрой продали дом и больше не появлялись в деревне. Кате с дочкой они не выделили ни копейки. Но женщина была счастлива уже тем, что ей не нужно с утра до ночи хлопотать по хозяйству. Она словно сбросила с плеч тяжкий груз. Ну а то, что домик небольшой и старенький, ее не расстраивало. Зато крыша над головой. И Ксюша хорошо училась. Вырастет, поступит в институт, а там, может, и останется в городе. Жизнь потихоньку налаживалась. Катерина устроилась на работу в местную пекарню. Каждое утро она вставала в пять утра, чтобы к семи быть на рабочем месте. Запах свежеиспеченного хлеба наполнял ее душу каким-то особенным теплом и уютом. — Катюш, ты бы хоть причесалась, — как-то сказала ей Нина Петровна, хозяйка пекарни. А то ходишь, как не знаю кто. Ты ж красивая женщина. Катя смутилась. — Да когда тут? То Ксюшу в школу собрать, то обед приготовить, то в огороде управиться. — Эх, подруга! — вздохнула Нина Петровна. — Нельзя же себя так запускать. Вон, Петрович на тебя заглядывается. А ты и не замечаешь. — Какой еще, Петрович? — удивилась Катя. — Да водитель наш, который хлеб развозит. Неужто не видишь, как он каждое утро специально задерживается, чтобы с тобой парой слов перекинуться? Катя покраснела. Действительно, Иван Петрович, немногословный мужчина лет пятидесяти, в последнее время стал чаще заглядывать в пекарню. То за рецептом хлеба спросит, то просто «Здрасте!» скажет. Вечером того же дня Катя, вернувшись домой, впервые за долгое время посмотрела на себя в зеркало критическим взглядом. Да, годы и тяжелая работа не прошли бесследно, но в глубине карих глаз все еще теплился огонек, который когда-то так привлекал Сергея. «Мам, а что ты делаешь?» спросила Ксюша, заглянув в комнату. «Да вот, думаю, может, прическу сменить?» улыбнулась Катя. «Давай я тебе косу заплету!» обрадовалась девочка. «Я недавно в журнале красивое плетение видела». Пока дочка возилась с ее волосами, Катя вдруг поймала себя на мысли, что впервые за долгое время чувствует себя женщиной. Не просто матерью, не работницей, а именно женщиной. На следующее утро, когда Иван Петрович зашел в пекарню, он на мгновение застыл на пороге. «Доброе утро, Екатерина!» произнес он немного смущенно. «А вы? Вы сегодня какая-то особенная!» Катя улыбнулась. «Спасибо, Иван Петрович, просто решила немного изменить прическу». «Вам очень идет!» сказал водитель и, спохватившись, добавил. «А хлеб-то сегодня особенно ароматный!» Жизнь постепенно входила в новое русло. Катя с удивлением обнаружила, что может не только работать и заботиться о дочери, но и немного времени уделять себе. Она начала читать книги, которые брала в сельской библиотеке. Иногда позволяла себе новую блузку или туфли. Ксюша росла умной и любознательной девочкой. Она часто сидела в старом бабушкином кресле, готовясь к урокам или читая книги. «Мам, а почему бабушка так дорожила этим креслом?» спросила как-то Ксюша. Катя задумалась. «Знаешь, милая, у каждого человека есть свои секреты и воспоминания. Наверное, это кресло напоминало бабушке о чем-то очень важном в ее жизни». «А может, там клад спрятан?» пошутила девочка. «Ну что ты выдумываешь?» рассмеялась Катя. «Какие в наше время клады?» Но слова дочери заставили ее задуматься. Почему-то действительно Валентина Семеновна так трепетно относилась к этому старому предмету мебели. И почему ее призрак так настойчиво указывал именно на кресло? Однажды в выходной день Катя решила тщательно осмотреть кресло. Она простукивала деревянные части, ощупывала обивку, но ничего необычного не находила. «Да что же я делаю?» – одернула она себя. «Как маленькая, в самом деле, клады ищу. Но мысль о том, что в кресле может что-то быть спрятано, не давала ей покоя». Время шло. Ксюша заканчивала девятый класс и всерьез задумалась о будущей профессии. «Мам, я решила, буду поступать в медицинский», заявила она однажды за ужином. Катя почувствовала, как к горлу подступает комок. «Это прекрасно, доченька. Бабушка бы тобой гордилась». «Знаешь, мам, – задумчиво произнесла Ксюша, – я часто думаю о бабушке. Вот сижу в ее кресле и представляю, как она лечила людей травами, как помогала всем в деревне. Я хочу стать таким же хорошим врачом, как она». Катя обняла дочь. «Ты обязательно станешь, солнышко. Мы что-нибудь придумаем с поступлением». Но в глубине души Катерина понимала, что денег на учебу дочери в городе у них нет. Зарплаты пекаря едва хватало на жизнь, не говоря уже о съеме квартиры и оплате репетиторов. Как-то раз девочка, заигравшись, с разбегу вскочила на кресло. Старая мебель не выдержала. Ножка подломилась, и сиденье поехало вниз. Чтобы не побиться, девочка попыталась спрыгнуть на пол и задела застежкой туфельки обивку. Из прорехи на пол с грохотом посыпались золотые монеты и украшения. На шум в комнату прибежала Екатерина. Мать и дочь удивленно смотрели на богатство, лежащее сверкающей кучкой на полу. «Мама, это... это что?» – прошептала Ксюша. Катя опустилась на колени рядом с рассыпавшимися сокровищами. «Это, доченька, наверное, наследство твоей бабушки». Она взяла в руки одну из монет. Старинная, тяжелая, она словно излучала тепло. «Вот почему призрак Валентины Семеновны так настойчиво указывал на кресло», – пробормотала Катя. «Какой призрак, мам?» – удивилась Ксюша. И тут Катерина рассказала дочери о тех странных снах, которые преследовали ее после смерти свекрови. «Получается, бабушка и после смерти о нас заботилась», – тихо сказала Ксюша, и в глазах у нее заблестели слезы. Катя обняла дочь. «Да, милая, видимо, она хотела, чтобы у тебя было будущее, о котором она мечтала». В тот вечер они долго сидели, разбирая неожиданно свалившееся на них богатство. Среди монет оказалось несколько старинных украшений и маленькая записка, написанная дрожащей рукой Валентины Семеновны. «Дорогие мои, Катенька и Ксюшенька, если вы читаете эту записку, значит, я уже ушла из этого мира. Прости меня, Катя, за все обиды и грубости. Ты была мне лучшей дочерью, чем родные дети. Это золото – наследство моей бабушки. Я берегла его для того, кто действительно этого заслуживает. Пусть оно поможет Ксюше получить образование и стать достойным человеком. Помните обо мне. Ваша Валентина». Катина мечта сбылась. Теперь она могла переехать в город и отдать дочку в хорошую школу. Часть денег она вложила в небольшое дело. Открыла собственную пекарню, где использовала старинные рецепты Валентины Семеновны. Через два года мало кто узнал бы в элегантной, симпатичной хозяйке собственной пекарни деревенскую, замученную работой женщину. Катерина расцвела, словно вторую молодость обрела. А Ксюша, окончив школу с золотой медалью, поступила в медицинский институт. Она твердо решила стать врачом, который будет не только лечить болезни, но и заботиться о душевном здоровье своих пациентов, как это делала ее бабушка. Старое кресло они отреставрировали и поставили в гостиной городской квартиры. Оно стало не просто предметом мебели, а настоящим семейным талисманом, хранящим память о Валентине Семеновне. А бывший муж с сестрицей так никогда и не догадались, чего они лишились, и радовались, что так ловко облапошили дуру Катьку. Но Екатерина не держала на них зла. Она была благодарна судьбе за то, что все испытания, выпавшие на ее долю, сделали ее сильнее и мудрее. Каждый вечер, сидя в старом кресле с чашкой чая, Катя с улыбкой вспоминала свою ведьму-свекровь и мысленно благодарила ее за неожиданный дар, изменивший их жизнь. А из старой фотографии на стене казалось, одобрительно смотрела Валентина Семеновна, довольная тем, что ее наследство попало в надежные руки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!